Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! С праздником вас всех! С этим прекрасным майским днём солнечным! И хочу вам задать один вопрос. Вот скажите, что обязательно должно быть у рокера? У настоящего, у популярного, у известного? Обязательно должно быть? Не знаете, а я вам отвечу. У него должен быть обязательно верный, надёжный друг, телохранитель. Злой, смелый, отважный. Это просто неотъемлемая часть жизни настоящего рода. И вот у меня такой друг есть. Вот этот вот злобный, отважный терьер. Бивер-терьер. Бивер-йоркширский терьер. Какая красавица! Видите, как я злобный, охраняет меня днём и ночью. Вкратце расскажу, что это за пёс. А это бивер-йоркширский терьер. Порода выведена в 80-е годы в Германии. В семье собакозаводчиков таких вот. Вернера и Гертруды Бивера. Поэтому и порода называется бивер-йоркширский терьер. Чем она отличается от этой породы? Весит она в среднем 2 килограмма, эта собака. Но характер у неё покладистый. Она очень смелая. И очень приятная собака. Это то, что как раз им нужно для телохранения. Эту собаку зовут... Трудно выговаривать, я прочитаю. Зовут её Мэри Шни Принцесс Вордер Элстераве. Ну, все участники группы Волочука СД и моей семьи называют её по-простому Мэри. А я по-нашему, по-деревенски называю её Масянька. Масянечка моя, красавица. Значит, папа у неё чемпион Европы, а мама чемпионка мира. Вот тут написано World Cup чемпион. Цвет у неё называется Вейсблау Голл. То есть, в переводе на русский язык, серо-буром-малиновым. Чем ещё эти собаки характерны? У них шерсть, как человеческие волосы. И она абсолютно не воняет. Она даже не пахнет. То есть, чисто плотнее существо, запах отмельник. Прекрасная альсина, любительница нашей семьи. Вот такое вот у меня телохранитель. Так что завидуйте и зарабатывайте деньги стильной музыкой, чтобы иметь вот такого прекрасного телохранителя, которого мне привезли в 2011 году из самой Германии. Всем привет! Рок-н-ролл жив! Любой, даже отважный рокер, даже бесстрашный металлист и даже панк в плечах широкий, и даже если культурист подумать должен об охране, от невоспитанных людей, от меломанов, что в дурмане, и от непрошенных гостей. Лучше всего для этих целей телохранителя иметь, который днём и ночью смело любому хаму даст ответ. Вот у меня, к примеру, лучший из бодигардов экземпляр. Бивер Йоркшир большой и злющий, опасен он, как ягуар. Её зовут принцесса Мэри, я же Масянею зову. С её могучим экстерьером не страшен мне любой паук. Весит она 2 килограмма и помещается в карман. Не ожидают хулиганы, со мной в кармане ураган. Поэтому рекомендую бивер Йоркширский злой терьер. Он провокацию любую сорвёт, не глядя на размер.